Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Это у нас четвертая часть ответов на вопросы. Почему четвертая? Потому что первые две вышли не за памятные времена. А по последнему ролику получается вторая. Итак, поехали. Здрасте! Скажите, какую воду вы пьете? Мне уже подсказали мокрую. Совершенно верно. Но если серьезно, то поставили мы дома астматический фильтр с обратным осмосом и вот ее пьем. Следующий вопрос. В чем секрет вкусных супов? Секрет вкусных супов, на мой взгляд, на мой вкус, во вкусных бульонах. Бульоны – ключ ко всему. Удобно ли вам в Испании заниматься вашим творчеством? Или все-таки на родине, думаете, было удобнее? Вообще, хотели бы вернуться на родину? Вернуться пока не хочу. Удобнее заниматься творчеством там, где позволяет помещение. Здесь, во время ремонта кухни, я специально подготовил кухню под съемку, поэтому здесь удобнее. Вернуться, как я сказал, уже нет, пока не хочется. Дмитрий, хотелось бы узнать ваши любимые кулинарные книги. Уже отвечал – good cook. Серия «Хорошая кухня». Ну и, кроме того, и, наверное, еще и с кофьи. С кофьи – кулинарный путеводитель, по-моему, называется. Ну, в общем, там целая куча всего. Много откровенного, на мой взгляд, бреда. Много чрезмерно усложненных вещей. Где какие-то соусы готовятся почти с постоянным помешанным сниманием по 6-8 часов. Это, конечно, не для меня. Но, да, там много интересного базового. Приветствую, Дмитрий. Я постоянный зритель этого прекрасного канала. Вижу, как он развивается. Скажите, как вы относитесь к приготовлению еды в ВОКе? Я помню, что у вас было подобное видео о кастрюлях и сотейниках. Можешь сделать подобное видео о ваших сковородах в ВОКах и казанах. Спасибо. С удовольствием бы сделал, но у меня нет здесь ни ВОКа, ни казана. Жду, когда подтянутся спонсоры и, так сказать, одарят меня этим замечательным устройством. ВОКе готовил. У меня в Москве был чугунный ВОК компании Бодрум, по-моему, или Бодум. Да, удобный достаточно. Дмитрий, как вы относитесь к кухне советского периода? В частности, к рецептам книги «Вкусная и здоровая пища». С огромным уважением. Больше того, к кухне советского периода я отношусь не просто с уважением, а прямо-таки спейте там. Поясню. У меня на руках была одно время книга, тоненькая такая, в мягком переплете, учебник для кулинарных вузов. И там гостовские рецепты начинок для пирогов и теста по ГОСТу. То есть то, что на весь Союз было. И я по этим рецептам готовил начинку, простейшую примитивную начинку. То есть приготовление мяса, заправляется белым соусом и тесто. И это получалось просто супер. Что я хочу сказать. ГОСТы, кому бы странному ни казалось, разрабатывают умные люди. И ГОСТ – это некий стандартизованный рецепт, если следовать которому, то получается гарантированно очень хороший результат. Да, его можно как-то улучшить еще, но следование, буквальное следование ГОСТу позволяет гарантированно получить классный результат. Поэтому я отношусь к этой кухне с большим удоважением к этим рецептам. Дима, расскажи про свою духовку плюсы и минусы. Спасибо. Даже рассказывать ничего не хочется. Откратительная духовка. Духовка компании Бош. В России у меня тоже была духовка компании Бош. И духовка компании Бош в России, предыдущей модели, она была с микроволнами встроенная. И это была идеальная духовка. Просто идеальная. Я совершенно не задумываясь располагал пирог огромного размера на весь противень в нижней части духовки, в средней, наверху, включал и абсолютно не задумывался. Идеально равномерно пропекалось. В принципе, такого, чтобы один угол подгорел, другой сырой остался, в принципе, не было такого. Просто супер. Я думал, просто счастье какое-то. Та духовка по паспорту имела возможность высокотемпературного отжига. То есть, если готовишь мясо какое-то жирное, оно разбрызгивает жир по стенкам духовки, и там нагорают эти капли жира, что очень сложно отмывать. Так вот, ту духовку включаешь в режим этого пиролитического отжига. Она два-три часа разогревается, раскочегаривается до страшных температур. Жутко воняет при этом, уже окна нараспашку все. Весь этот жир, вся грязь выгорает. После этого остается такой серый налет, пепел. Его влажной тряпочкой стирал. И все, идеально чистая духовка. Здесь тоже пиролитическая. Микроволна, правда, нет. Но это более новая модель. Сейчас таких моделей, как та, что Московская, уже больше не выпускает. Это печет криво, так что вот один конец сгорит, другой сырой. Это сплошь и рядом у нее. Пиролитический отжиг по паспорту есть. На самом деле, ни черта он не работает, ничего не отжигает. То есть, она работает, электроэнергию мотает, но ничего не отгорает. То есть, недостаточная температура. Короче, зла не хватает. Я в жутком раздражении по поводу сегодняшней духовки. Просто антиреклама. Антиреклама для Боша. Следующий вопрос. Так, будут ли на канале рецепты китайской или японской кухни? Суши, роллы, лапша и всякое такое? Скорее всего, не будет. Я не в восторге от японской кухни. Китайской достаточно равнодушен. Практически не готовлю ничего. Иногда такие легкие намеки в эту сторону позволяю в каких-то блюдах, играя с пряностями. Но назвать это китайской, нет, не назову. Поэтому, ну а раз я что-то сам не люблю, не умею готовить, то, как вы все представляете, вот я приготовил ту иду, от которой не в восторге, а потом показательно на камеру закатываю глаза, говорю, готовьте-то так вкусно. Ну, если для меня это не вкусно, для меня это никак. Поэтому не готовлю. Поэтому не будет такой, скорее всего. Если у меня вкусно, поменяются, конечно. К вечеру все жарче и жарче становится. Я уже мокрый сижу. Ужас. У нас сейчас в тени 32. Нормально. А днем 36 было. Как варить мясо, чтобы было сочным, и когда класть лук в бульон? Странный вопрос. Для того, чтобы мясо получалось вкусное и сочное, класть его нужно, как все знаете, в кипяток. Лук кладут в бульон тогда, когда это нужно по рецепту. Потому что для некоторых блюд его нужно положить в самом начале, для некоторых в конце. В конце, например, берем в качестве такого вот способа классического уха. Закладывается лук минут за 10 до окончания готовки. А шурпа узбекская, там вообще две закладки. В самом начале варки кладется, и вторая часть также за 10 минут до окончания варки. Вот так. Итак, эта часть вопрос-ответ тоже подошла к концу. Следующую, я надеюсь, вы не успели заскучать, следующую часть ожидаете через недельку. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!